Знак 3.27. Остановка запрещена. Многие водители попросту игнорируют. Причин тому несколько. Невнимательность, нехватка времени, лень или ощущение собственной безнаказанности. Однако теперь празднику непослушания пришел конец. На улицах города появился паркон. Свежеприобретенное регионом чудо техники установлено в обычном, ничем не примечательном автомобиле. В потоке он не бросается в глаза, зато от его всевидящего ока не скроется ни один нарушитель. Прибор работает достаточно просто. В него загружена карта города с графическими координатами участков, где стоянка запрещена. В процессе патрулирования улиц города прибор ведет непрерывную фиксацию транспортных средств, стоящих на обочине. И в зоне действия знаков фиксируются номера транспортных средств. Они распознаются. И фиксируется время и географические координаты. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Паркон оборудован аж двумя. Широкоугольный для фиксации знаков и дорожной обстановки и длиннофокусный для распознавания номеров. Прибор также имеет встроенный светодиодный прожектор. Так что может работать и днем, и ночью. И даже в тех случаях, когда сотрудник ГИБДД бессилен. Как вы прекрасно понимаете, что ни один из водителей не подойдет к своему транспортному средству, если рядом находится сотрудник полиции, который фиксирует непосредственно совершенные правонарушения. А данное техническое средство, оно позволяет нам непосредственно без привлечения водителя оформлять данные нарушения. Информация о нарушителях с паркона поступает в управление ГИБДД. Там ее обрабатывают и выписывают постановления. Письмо счастья адресат получит уже через пару дней после фиксации нарушения. На каждом постановлении располагаются три фотографии. Это машина, стоящая номер крупным планом и фотография знака, в зоне действия которого было установлено транспортное средство. Сейчас маршрут автомобиля с парконом сравнительно небольшой. Всего несколько центральных улиц. 10 августа, 8 марта и проспект Ленина. Позже список патрулируемых участков будет расширен. А тем временем, ивановские умельцы уже научились обманывать прибор. Водителю надо просто осознавать, что мера ответственности за данные деяния, соответственно, административного законодательства, это или штраф 5000 рублей, или лишение права управления на срок, установленный административным кодексом. Еще одно нарушение административное, чем его совершать, лучше вообще не совершать административных правонарушений, создавать проблемы другим водителям и, соответственно, поберечь свой кошелек, будем так говорить. Наш регион не в числе первопроходцев. По всей России парконы уже давно и успешно используют. Взять хотя бы столичный опыт. Применяется он довольно успешно, но дело в том, что он применяется в комбинации с платной парковкой, то есть людей не отбирает совсем возможность парковаться. И есть некоторые простые источники позиционирования, но это связано с особенностями работы GPS. К слову о парковках. Их у нас в городе катастрофически не хватает. Может, именно в этом причина многочисленных нарушений. Лучше бы сделать место для парковок. Да, чтобы было всем где парковаться, правильно? Да, конечно. Совершенно встать негде. Хоть и вначале, там, просто, а я пускал. Ну, да, да, да. Цифры говорят сами за себя. На 2013 год на учете в городском ГИБДД числится 131 775 автомобилей. А сколько парковок? Парковок реально нет в городе, их мало. Возле каких-то больших таких учреждений, куда сходит там или ездит там большинство там народа, да, реально там парковок нет. То есть, как бы люди-то, они в этом не виноваты. Они приехали, им надо, они приехали, то есть, ну, нарушат, ладно. Сейчас вот будет ездить этот паркон, ну, я не знаю, как здесь будет обстоятельствовать. Я считаю, что это все неправильно. Проще говоря, у людей должна быть альтернатива. Если в городе появятся пусть даже платные парковки, желающих испытывать судьбу и нарываться на крупный штраф не останется. В основном все центральные улицы города, начиная там 10 августа, проспект Ленина, парковки возле университетов, потому что с каждым днем машин на дороге в городе Иваново становится все больше и больше. И с этим надо как-то, я не знаю, не бороться, но куда-то надо свои силы направлять, чтобы для людей были все условия, чтобы они не нарушали закон, а старались как-то лояльно относиться ко всем нововведениям. Всего за неделю патрулирования выявлено более 600 нарушений. Если учесть, что штраф за неправильную парковку составляет 1500 рублей, покупка прибора должна окупиться в самое ближайшее время. Теперь главное, чтобы средства были потрачены с толком. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.